Друзья, всем привет! С вами Андрей Погорел и также Игорь Порох. Всем привет! И мы, в общем, продолжаем наш еженедельный небольшой обзор, где мы разбираем, точнее Игорь разбирает как эксперт на момент у нас разные интересные монеты. Мы учли ваши пожелания с предыдущего обзора. Игорь подготовил интересные монеты и, в общем-то, сейчас рынок у нас очень нестабилен. Будем пытаться какие-то делать прогнозы. Ну, Игорь, в принципе, тебе слово. Благодарю, Андрей. Всем привет еще раз. Да, мы посмотрели ваши там запросы, я сделал несколько обзоров по монетам. Давайте сейчас перейду к самому насыщенному. Все спрашивают, что будет происходить дальше, что сейчас на рынке происходит и как торговать, что делать, паника, не паника. А панику выключаем, это абсолютно нормальная коррекция после такого длительного роста рынка криптовалюты. Это абсолютно нормальное явление, когда идет коррекция. Это даже нужно. Если мы все хотим увидеть цену 3900-4000 долларов до конца этого года, нам нужно было начать проходить эту коррекцию. То есть этого было неизбежно, в принципе. Ну, паниковать тоже смысла нет. На рынке биткоин. Давайте сразу промониторим биткоин. Кстати, я пользуюсь CoinG. Очень интересная платформа. CoinG позволяет анализировать графики. Очень удобно. Здесь масса всевозможных индикаторов. Есть показатели. Очень удобная, на самом деле, платформа. Можно подключать алерты. Алерты – это уведомления, чтобы не сидеть, не ждать, пока цена дойдет до какого-то уровня, чтобы зайти в позицию. Выставили алерт. На почту пришло уведомление. Аккаунт. Можно подключить сюда всевозможные аккаунты с Polonyx, с Bittrex, с Bitfinex. То есть, представляете, ребят, из них, перебью тебя нож, торговать буквально с одной платформы на всех биржах. Ну, по-моему, очень удобно. Абсолютно. Очень удобно. На самом деле, мега-крутая вещь. Поэтому рекомендую, как бы, лично, как от себя, вам можете пользоваться. Так. Перейдем непосредственно к обзору. В принципе, биткоин у нас находится в такой вот, в таком треугольнике, скажем, да. У меня здесь выставлены EMA, это, скажем так, скользящие средние, их называют 821.50. Они показывают сейчас тенденцию роста. В принципе, мы находимся в таком зажатом треугольнике, но это растущий, ну, не растущий тренд, это такой флэт больше называется, да. Но он больше настроен, скажем так, на рост, не буду говорить точно на рост или на падение, мы сейчас наблюдаем за тем, как разрешится эта ситуация. То есть, если мы пробьем уровень 2615 долларов, пробьем треугольник в 2615 долларов, то пойдем вверх. Если пробьем поддержку на уровне 2413 долларов, то цена, скорее всего, пойдет вниз. А как понять пробить уровень? То есть, я вот так вот сейчас просто объясню, чтобы, ну, понимаете, как я, допустим, считаю пробить уровень. Вот есть уровень 2610 долларов. Почему говорится такой уровень? Потому что до этого момента, если мы посмотрим вот эти вот свечки, допустим, раз, два, три, четыре, пять, эти свечки так и не пробили уровень 2610 долларов. Если одна из свечей в следующий день-два пробьет уровень 2606 долларов, вот так, если быть прям точным, прям до доллара, скажем так. Если одна из свечей пробьет этот уровень и закроется вверх, тогда уже будем понимать, что цена, наконец-то, растет. То есть, биткоин начинает снова расти. Есть второй сценарий. На рынке торгов всегда все должны понимать, что есть два сценария развития. То есть, то, как ты анализируешь и обратно. Другого, в принципе, здесь быть не может. Третьего, точнее, быть не может. Но нужно быть готовым всегда к развитию событий с двух сторон. То есть, у тебя должно быть, ну, у меня есть два плана действия, да, допустим. То, как я рассчитываю, как идет, я агрессивно торгую. Если мои анализы, ну, оправдались, если анализы мои не оправдываются, тогда я просто-напросто свою агрессивную торговлю немножко уменьшаю. Так вот, если цена пробьет уровень 2408 долларов, то есть, мы понимаем, что если свеча, одна из свечей, дневная, закроется ниже уровня 2408 долларов, то, скорее всего, наступит коррекция. Эта коррекция может продлиться где-то до уровня 1900 долларов. Где-то до этого уровня, примерно покажу предел. То есть, если мы пробиваем 2400 долларов, то где-то до этого уровня, возможно, будет просадка до 2000 долларов. То есть, опять-таки, да, поняли. Пробивает этот уровень, закрывается свеча ниже 2400 долларов, может еще просвечить вниз. Если пробивает уровень 2614 долларов, то тогда мы растем до уровня 3000 долларов. То есть, здесь все понятно, все ясно. Будем наблюдать, как сейчас будет идти торговля. Сейчас просто флэт, сейчас просто ждем, посмотрим, как разрешится этот треугольник. Так, дальше. Есть монета, называется Namecoin. Она себя очень хорошо показала на рынке. Ну и, в принципе, как бы очень интересно. Я здесь сделал такой вот поэтапный график разрешения данной ситуации. В принципе, он находится на уровне 821, выше 50 исключающих средней. Очень такой хороший, напоминает нам чашечку. Cup and Handle называется. Всеми любимая, да? Почему она всеми любимая? Потому что, в принципе, она очень часто оправдывает свою картинку, свою фигуру и оправдывает разрешение данной ситуации. Что сейчас я вижу здесь на этом графике? Вот есть у нас чашечка, вот здесь у нас ручка есть. Цель движения ручки – это глубина чашечки. То есть мы замеряем глубину чашечки, переставляем эту же ящику сюда и понимаем, что первая цель будет здесь. Вторую цель мы, как правило, выставляем по теням свечей, образовавшихся в движении, как бы в развитии этой чашечки, скажем, ну вот так вот, чтобы вы просто понимали. Я здесь даю рекомендации, но, опять-таки, чисто мое субъективное мнение, как я сам буду торговать. Часть ордеров можно выставить на вход по цене 2.0.11.490. Это в этой части. Почему? Потому что, если мы пробьем этот треугольник и зеленая свечка закроется выше этой цены, можно уже 50% от обычного вашего риска, сколько вы там решили зайти, 100 долларов, 1000 долларов, 10 тысяч долларов, 50% от этой суммы зайти в эту позицию и посмотреть, что будет развиваться дальше. Если вдруг, не дай бог, цена закрывается ниже 0.00.97.197, вы просто закрываете эту позицию, там будет небольшая потеря, но вы, по крайней мере, поучаствовали в этой сделке. Это будет контролируемый риск, так называется. Если цена продолжает расти, вы уже зарабатываете. Следующую часть, оставшиеся 50%, мы заходим по цене 0.13.6509. Вы зашли полным объемом и первую часть, там 50% своей прибыли мы можем покрывать по цене 0.00.161.770. Это как раз-таки получается глубина образовавшейся фигуры чашечки. Оставляем еще 50% и выходим по цене, кстати, когда вы закрыли 50% прибыли таргета по этой стоимости, 100 плюс вы уже передвигаете чуть выше, то есть к этому уровню вы передвигаете 100 плюс. Что это означает? Что если вдруг цена будет опускаться до этого уровня, до этой цены, вы закрываете полностью всю позицию. То есть получается, что вы как бы выходите с прибыльностью получается. Это такая очень удобная техника торговли, заработать и выйти, скажем так, в безубыток. Что можно сделать дальше? Если цена будет возвращаться обратно, можно еще раз зайти и попробовать торговать до этого уровня. Да, очень важно не жадничать, потому что многие, знаешь, хотят сверхприбыль, просто там 100-200%. Это действительно возможно, это было на рынке криптовалют весной, там 2000% и выше, но сейчас у нас затяжной флэт, и в принципе, Игорь правильно говорит, что не нужно вообще загняться там за сверхприбылью. Получили там свои 30-40%, уже хорошо. Освободи деньги, высвободи свои деньги, купи новую валюту. На рынке криптовалюты сегодня 800 монет. 800 монет. Это можно обалдеть. Ты сидишь просто, радар открываешься, на радаре лежит там 220-30 монет, и ты просто выбираешь, какую из них торговать. Освободил свой депозит, покупаешь следующую монету. Так вот, продолжу, что когда пробивается, доходит до таргет 1, и цена продолжает расти дальше, вы оставляете 50%, если доходит до этой суммы. Здесь возможны два развития события. Вы закрываете 25% от той суммы, которая осталась, и 25% садите как бы дальше до потенциала. Но не забывайте стоп-лосс всегда передвигать. То есть, как только вы закрыли здесь прибыль, сняли, стоп-лосс передвинули, стоп-лосс переставили вот сюда, вот по этой стоимости, допустим. Закрыли здесь, стоп-лосс передвинули еще выше. То есть, чтобы вы, скажем так, уже как бы заработав, да, но сидите и ждете просадку, и уже как бы уходите в минус. То есть, это будет не очень правильно, и психологически будет себя чувствовать очень-очень отвратительно. Так, битшерс. Битшерс. Много ребят спрашивали в комментах, скажите, что будет с битшерсом после такого крутого пампа. Скажем так, памп длился буквально 5 дней. То есть, за неделю монета выросла там на космический более 200%. Там был рост такой очень большой. Что у нас случилось? Так, здесь мы выросли, пробили первый, скажем так, уровень поддержки, да. Скатились ниже, пробили второй уровень поддержки. Ну, как я говорил, уровень поддержки, да. То есть, здесь он был в рейнже, он торговался. Пробили здесь уровень, что означает, свеча закрылась ниже этого уровня. Мы пошли вниз, дошли до этого уровня. Здесь что-то образовался какой-то уровень. Вроде бы как бы должны были расти, но ничего подобного. Здесь уверенность свеча пробила этот же уровень поддержки и идет дальше вниз. То есть, в принципе, сейчас пока явного движения покупок я не вижу абсолютно. Посмотрите на объемы. На объемах здесь очень все как бы скучно, очень все-таки мало. Ничего большого я не вижу. Давайте посмотрим на рынке криптовалют объемы торгов, сколько он в сутки проторговывается. Открываем ГТС, битшерс. В сутки он торгуется примерно на 24,5 миллиона долларов. Его капитализация 440 миллионов. Делим на 100, получается 440, да, получается, если не ошибаюсь. Ну да, ну в общем маленький очень объем на самом деле. Никакой, если так посмотреть. Да, 440 миллионов, 500 тысяч, 691, делим на 100, да. Ну, в принципе, как бы на самом деле объем как бы достаточно вроде бы, ну как бы, я не скажу, что он прям маленький, да, но можно было бы и побольше для того, чтобы ему расти. Но, несмотря на его объем проторговки, видите, он торгуется все равно в минус, он как бы уходит. Ближайший уровень поддержки это будет 0,4004860. Будем смотреть, что он, как он отыграется здесь. Наблюдаем за этим ростом. Для того, чтобы ему расти, ему нужно немножко отконсолидироваться здесь. То есть цена, покупатели должны выдержать этот уровень, скажем так, не уступить продажникам, выдержать этот уровень. И потом только мы уже можем говорить о потенциале роста. То есть первое, что ему нужно сделать, ему нужно пробить, ну как бы дорасти до уровня 0,4007748. То есть если он к этой цене вернется, где находится 50 скользящих средних, тогда уже можно говорить о каком-то потенциале роста. Пока здесь роста я не вижу вообще абсолютно никакого. 8, 21, 50, цена находится ниже этих скользящих, поэтому... Знаешь, мне кажется, вот где-то примерно 0,4008, он где-то там бы зафиксировался и начал... Да, 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 здесь... Да, если бы не было вот этого атлета, флета, мне кажется, что он пошел бы вверх. То есть он консолидировался бы и снова начал бы набирать обороты на бычий рынок наверх. А поскольку у нас флэт пошел, плюс непонятка с биткоином, да, с тегбитом, мне кажется, до августа он вряд ли пойдет вверх. Скорее всего, да, стикб под их низ. Здесь ему нужно немножко отсказать, солидироваться, выдержаться, потому что здесь безумный рост был, 5 дней, как бы он очень сильно рос. Опять-таки, коррекция, это нормально. Те, кто находится уже в позициях, просто уже выждите этот момент, как говорится, да, уже. Закройте просто битшерс, не включайте его вообще, не смотрите на этот график, не смотрите на него. Как этих мемов, ходл, ходл. Да, да, да. Подождите, уже августа, он отыграется здесь, попрыгает, поскачет, потом отыграется и вернется. Когда мы будем пробивать вот это вот 50 скользящих средних, тогда уже будем говорить о каком-то потенциальном росте. То есть, что мы сейчас сделаем? Если уже в позиции сидите, просто ждите, когда он выровняется. Если вы хотите покупать или не покупать, ну, пока я не вижу смысла покупать, выставьте ордера на покупку по 0,008 тысяч и ждите, когда он вернется и пойдет снова в рост. Но это такое, опять-таки, мое субъективное мнение. Еще ребята спрашивали показать Stellar, дать какие-то рекомендации по Stellar. Здесь вообще, как бы, в принципе, та же ситуация, что и с битшерсом. Мы пробили уровень поддержки, долго, скажем так, его мучили, да, практически сколько здесь получается, 3 недели практически мучили этот рейндж, этот флэт. Еще раз? И все равно ушли вниз. Все равно ушли вниз, да, да. То есть, опять-таки, здесь был быстрый рост, раз, два, три, четыре, четыре дня мощный рост. Мы выросли аж до 0,0049,00, до этого уровня выросли. Очень красиво же продали, да. Была здесь такая, как будто бы растущий тренд. Думали, о, вот оно сейчас пойдет, как бы, дальше в рост. Ловушка, да, у вас? Ловушка, да, это называется четко, ты здесь правильно сказал, это называется просто ловушка, да. Доторговались, позиции свои слили. Опять-таки, видим, да, свечка, ну, опять-таки, здесь была четкая подсказка, что пора закрывать позицию. Свечка пробила вот этот треугольник. Вот она пробила, она закрылась ниже этого уровня. Это подсказка о том, что пора закрывать, пора сворачивать, скажем так, свои чемоданчики, свои позиции, выходить из этой позиции. Почему? Потому что будет неясно, что происходить. Вот, как говорится, подстригли хомяков, да, вот еще такой вот трейдеры на рынке криптовалют такие вещи говорят. Подстригли хомяков и ба-бах, падение произошло. Это абсолютно было ожидаемо, когда пробили, свечка закрылась ниже этого уровня. Все, 8.21 ушло вниз, торговались, видите, здесь четко торгуемся на уровне 50. Вот 50 скользящих средних четко торгуется, на нем держится. Но, опять-таки, было понятно, что, скорее всего, нужно закрывать позицию. Почему? Потому что 21 было сверху цены. Если 21 сверху цены находится, то это, скорее всего, будет падение. Вот здесь вот четко мы видим, свеча закрылась ниже. Вот эта вот свеча закрылась ниже этого уровня. И это сказало, что все-таки пошли вниз. Дальнейшее развитие, что сейчас сделать, да, допустим. Первый, скажем так, уровень поддержки, который будет сейчас у этой валюты, да, это где-то вот в этом вот уровне, где-то здесь. Это явная поддержка, куда, в принципе, где может цена немножко как бы уже остановиться и уже как-нибудь торговаться. Посмотрим, что происходит с капитализацией. Так, он у нас стоит 205 миллионов, торгуется 3 миллиона 86. То есть, где-то полтора процента, где-то полтора, почти 2 процента он торгуется в сутки. То есть, объем торгов, в принципе, нормальный, в суточной норме. То есть, да, 2 процента он торгуется в день. Это, в принципе, хорошо. Но даже при объеме 2 процента в день торговли, видите, он торгуется ниже. То есть, этого недостаточно для него. Ты знаешь, еще немаловажно, что XRP, например, люди очень сильно разочаровались, когда он малоносно пошел вниз после хорошего такого, ну... То же самое, кстати. И BitShares, кстати, то же самое. Вот. И если даже я говорил, что сравните, ребят, Ripple и XML, да, на графике, у них одинаково график, по сути, идет. Абсолютно, да, да. Да, и это, мне кажется, знаешь, еще усилило нисходящий тренд, когда вот разочарование было и с Ripple, и с Stellar Lumen у людей, и они начали просто сливать его постоянно. Ну да, вот посмотри, кстати, у Ripple, да, капитализация 8 миллиардов 853 миллиона. Он торгуется в день на 50 миллионов. То есть, в принципе, как бы тоже объем торгов тоже, как бы, вроде бы немаленький. Ну, ладно, уже заговорили за Ripple, давай его посмотрим уже. Давай, давай. Людям, знаешь, раньше вот Litecoin был, вот проклятое серебро, когда оно все заморозило. Сейчас тоже самое вот Ripple, про него так говорят. Да, давай посмотрим. Кстати, Ripple сейчас торгуется на такой вот четком уровне, да. Вот прям четкий уровень. Сейчас я даже увеличу, наверное, чтобы было понятно, как я их рисую, да, эти уровни. Вот этот уровень, да, который раньше, до сегодняшнего дня, посмотрим, что сегодня произойдет, потому что он очень близко подошел. Уровень 0,008680. Раньше свечка еще не закрывалась ниже этого уровня. То есть, мы будем смотреть, что сегодня произойдет. Почему говорю сегодня? Поскольку 8,2150 с козящих средних находится выше цены нынешней, да. Если вдруг цена закроется ниже, пробьет этот уровень поддержки, то, скорее всего, цена может еще просесть до этого уровня. Это уровень у нас 0,004,005861. То есть, до этого уровня. Почему, говоря, опять-таки до этого уровня? Потому что здесь был, видите, вот такой вот уровень сопротивления. Откатился вниз, не пробили его, прокатился вниз. Потом уже начались рост. Здесь был такой интересный рост. Пробили свечку вверх. Ну и видите, вот только пробил выше уровня, определенного уровня, и сразу начинается цена. То есть, здесь ничего такого прям сверхъестественного, не знаю, какие-то там космические знания для этого не нужно. Просто понаблюдать, подождать. Главное, психология. Кстати, вот Андрей, скажу тебе честно, по поводу психологии, это очень важная такая вот штука. Почему? Потому что люди начинают вот этот ажиотаж, да, вот опять-таки цена растет, надо быстрее заходить, потому что цена растет, я успею, да. В конечном итоге покупаешь где-то здесь, цена падает, и все. Попал в ловушку, твой депозит, ну, как бы заморожен, да, и ты не знаешь уже, что делать. Вот, сегодня что делать? Опять-таки, у меня есть позиция Ripple, да, то есть я как бы не скрываю. Я тоже был один из тех, кто поверил в Ripple, я его торговал еще, честно скажу, я его торговал еще в марте. Мы, кстати, купили, ну, там, iPhone, да, такой был интересный, трейд, 300 долларов вложили в Ripple, купили, открыли в начале апреля месяца счет, да, там, как бы, тысяча долларов уже, с этих 300, там получилось 1700 долларов, что такое. Хороший трейд, да. Да, да, то есть, самое интересное, как бы купил и забыл, да. Потом он откатил благополучно, и начался очень большой такой рост. Мы подумали, что он дойдет до доллара, да, с его капитализацией. Многие, наверное, так подумали, многие думали, что вот, там, капитализация мощная, там, в списке третий, четвертый постоянно они там меняются. Особенно, когда он эфир опередил, это вообще был фурорный пункт, да? Да, вообще. Такие новости, так интересно. То есть, сегодня что делать? Если вы есть позиции, ждите, опять-таки, сделайте так же, как с BitShares, да, с Stellar Luminous, то же самое. Закройте этот график, не смотрите, смотрите другие графики. Если у вас есть свободный депозит, смотрите другие графики и тогда торгуйте. Для того, чтобы сейчас выровнялась ситуация с Ripple, нужно пробить 50, конечно, средних, это 3, 0, 94, 0, 98, 74, высшего уровня он начнет проходить. Дальше, следующий этап, ему нужно будет пробить вот эту вот консолидацию, и тогда мы уже можем говорить о том, что, да, скорее всего, уже будет начинаться рост. То есть, вот этот вот уровень, я его выделю тогда, скажем так, двухнедельная консолидация флета, 3, 0, 11, 391, все окей, тогда у нас следующий уровень будет здесь, сопротивление, вот в этой точке. И потом возвращаемся к своему уровню, где мы выросли, да, вот здесь был самый high, 0, кстати, вот видите, вот здесь вот есть high, наводишь на свечку, и сразу показывает high, 0, 3, 0, 24, 351. Ну, чтобы сразу было видно, где цена, да, чтобы не искать, вот здесь вот не читать, а вот здесь вот сразу видно. Да, Ripple, на самом деле, ну, как бы у меня тоже двоякое пока отношение к нему, в принципе, новостной фон сейчас выраниваться начинает, то есть, тоже какие-то хорошие новости появляются по нему, по фундаменталке, но на всеобщем падении, да, и флете, как-то, ну, видно, что ему тяжело пока есть выровняться, выйти вверх, ну, тоже наблюдать, наблюдать надо. У меня тоже большая позиция в Ripple, ну, я ее взял не тогда, когда он там был на пике, а где-то там на половине примерно, но до сих пор у меня есть, я его держу в долгую, потому что все-таки по общему топу, да, он там находится неплохо, и, в принципе, технология классная, хотя ее многие ругают, но она, естественно, будет пользоваться спросом, и все-таки, да, я в долгую, в Ripple, в долгую. Смотри, да, здесь, Андрей, знаешь, что я еще думаю? Возможно, многие делают какой-то ажиотаж вокруг этой монеты для того, чтобы больше людей, как бы, спроецировать это движение вверх, да? Да, да. Ну, безусловно, мы, опять-таки, не забываем про фундаментальный анализ, потому что монета, как бы, технологичная, да, она используется в банковской системе, большое количество операций происходит ежедневно, ей пользуются, она в спросе, она в тренде, да, все очень круто. Поэтому здесь, опять-таки, нужно подождать, если вы в позиции есть, то подождите, пока она выровняется, да, а если вы в позиции пока нет, то, как я уже сказал, подождите сигналов на вход, и тогда уже закупайтесь, входите в эту позицию. Не замораживайте пока что депозит, не стоит этого делать. Да, все правильно. Спасибо большое, Игорь, за разбор, мне кажется, очень полезно было нашим зрителям. Друзья, если вам понравилось, не забываем ставить лайки, и также можете задавать вопрос по другим монетам, которые вас интересуют по сегодняшнему разбору. Спасибо за ваш фидбэк, кстати говоря, мы стараемся улучшать наше, ну, качество звука, как вы могли заметить, нам часто стало вроде, да. Опять-таки, вернемся к качеству звука, да, надеюсь, что слышно было хорошо. Кстати, напишите, вам правда сейчас лучше слышно, поскольку мы сейчас усовершенствовали, скажем так, свою аппаратуру, да, для того, чтобы вам было лучше слышно. Если есть какие-то дополнения, пожалуйста, пишите ваше дополнение, если, кстати, есть интерес, давайте сделаем так, больше всего, кто напишет в комментариях, какую следующую валюту хотите изучить, сделать обзор, напишите нам, мы, как бы, будем дальше уже изучать следующую валюту. Вот, да, я думаю, лайкайте, ну, лайкайте те комментарии, которые вам нравятся, там, разбор твоей монеты, и вот самые такие комментарии, мы как раз, просто комментариев много, мы не все успеваем там точно изучить, да, особенно в будущем их вообще будет много, скорее всего. Да, да. Да, как-то показывайте те моменты, которые вам нравятся. Ну и, соответственно, по поводу Coinji, то есть, тоже рекомендуем, очень классная штука, если что, ссылочка будет в описании на эту платформу, она, кстати говоря, мы с Игорем уже обсуждали, там думают добавить еще торговых ботов, именно надежных, классных, которые, ну, не будет там вас, там, вы не будете опасаться, что ваши деньги пропадут, то есть, там можно будет делать даже торговый коридор, то есть, стоп-лосс выставлять вниз, да, и тейк-профит сверху, то есть, чтобы… Да, да, кстати, Coinji очень крутая, на самом деле, платформа, поэтому очень удобно будет пользоваться всем, кто хочет действительно, как бы, в этом разбираться. Да, мы, как бы, общаемся с разработчиками, абсолютно классные ребята, у них есть свой канал, то есть, абсолютно, они, там, адекватны на все, там, какие-то замечания, улучшения, ну, в общем, классные. Ты правильно заговорил, стоп-лосс и тейк-профит – это очень удобная вещь, почему? Потому что ты же не будешь сидеть сутками, да, вот, за компьютерами, у тебя, там, 50 монет, да, допустим, и следить, пока, какая монета случилась, да, так выставил алерт, выставил стоп-лосс тейк-профит, стоп-лосс тейк-профит, я думаю, в следующих, кстати, на обучение, да, вот, если есть желание, можете записаться к нам на обучение, и там узнать больше информации о том, как торговать внутри дня на торговой площадке, кстати. Да, да, мы это все, как бы, тоже обсуждаем, более детально, отвечая на вопросы. Хорошо, Игорь, спасибо еще раз тебе, ну, в общем-то, в общем, что, до следующей недели, я думаю… Да, все, да, всем спасибо. Да, в общем, ребят, всем удачи, всем пока, удачного инвестирования, не забывайте подписываться на наши разные, там, Телеграм-группы, я думаю, там тоже польза есть какая-то для людей, вот, ну, и, в общем, до встречи в следующей неделе. Кстати, в Телеграм-группах я тоже даю обзоры, да, мы там с ребятами общаемся, кто-то просит сделать обзор, это, ну, как бы, занимает время, да, и можно сделать обзоры, поэтому подключайтесь к нашей Телеграм-группы, и больше информации, будете, как говорится, всегда в потоке информации. В курсе всех новостей. Все, друзья, всем вам удачи, хорошего инвестирования, всем пока.